Ненадежное строительство в последнее время украинцы все чаще сталкиваются с браком, который допускается во время строительных работ. Оказывается, можно сначала начать возведение жилого дома, а уже потом узаконить его. Из-за этого возникает немало проблем, каких именно, расскажет Ирина Смирнова. Имущество, мебель, все, мы остались без ничего, голые боссы. Фактически мы стали бомжами. Дом Тамары Васильевны в городе Буча Киевской области сгорел. Короткое замыкание. Даже в жару здесь лужи слишком близко, грунтовые воды. В подвалах вода постоянно, но самое интересное, буквально за огородами. Здесь грунтовые воды можно увидеть. Мы сейчас пытаемся измерить глубину этого искусственного озера. Смотрим. Ну, сантиметров, наверное, 60. Реально озеро, точнее болото, наверняка глубже. Не дадут соврать лягушки. А буквально в 100 метрах от лягушатника скоро начнется стройка. Раньше здесь был лес непроходимый. И этот лес весь подтоплен. Можно ли строить на подтопленных грунтах? Специалисты утверждают, можно. Пример тому Санкт-Петербург. Только нормы технические должны выполняться. Это большой дом такой, если там он капитальный, и если он стоит на сваях. Или, допустим, ему надо сделать очень надежный фундамент, такую подушку большую. Это очень дорогое удовольствие. Но если у людей есть деньги, они могут себе позволить такое. В Буче, как и в других пригородах столицы, квартиры в новостройках раскупают, как горячие пирожки. Цены гораздо ниже киевских. 950 долларов за квадратный метр. В столице от полутора тысяч. А что под таким домом, часто и сам застройщик не знает. Несущие конструкции мы не видим. Если там возникают какие-то дефекты, начинают развиваться трещины, мы это увидим только уже, может быть, когда оно начнет падать. Продавцы новостроек уверены, у них все в порядке. Но не совсем. Русландский кодекс разрешает захваченную, мягко говоря, площадку, застроенную, легализовать потом. Относительно низкую цену квадратного метра объясняют просто. Нам и так выгодно. Эксперты же уверены. Экономят на подготовительных работах и материалах. А потом, будь что будет. Дом построили частично на болоте, трехэтажный. А частично они возили с дороги. Дом повалился, немножко напоминал Пизанскую башню. Единственное, что может защитить покупателя, скрупулезное изучение договора вместе с юристом. Но сработает договор только в том случае, если после сдачи дома застройщик не объявит себя банкротом и не исчезнет. Ирина Смирнова, Максим Соколик, Александр Пономарев. Подробности телеканал Инт.